По трех паргументам, а сегодня постараемся решить задачу одной. Вначале ее переправилирую так, что она будет удобнее. Как же ее относится на левую? Давайте напомним, так как было. Позвольте. Он предлагал брать внутрь шлящуюся область, например, в сектор. Программ ТРБ-30 бесконечный. И предлагал осматривать всевозможные целые точки, которые сюда попадают. Допустим, на ПРСК. Канал ТРБ-32, а потом считать статистики. Вероятность появления неполных частных среди разложений всех таких чисел коронавирусов 0. Вместо того, чтобы рассматривать вероятность появления неполных частных, более, естественно, рассматривать другую величину. Ну, давайте предположим, что у нас есть такая дробь. Через S, да, и возьмем только число X, которое это имеется. Сфиксируем. Через S, X от этой дроби принотной. По определению мы будем обращать количество номеров G. Таких, что G в пределах от 1 до P, S, N, 1. S от 12, и такие, что хвостик, ну и дроби, то, что начинается с полным частного с номером G и так далее, до АТС, и превосходит до нужного числа X. Например, если X равна единица, то S первая от биноку, это есть просто длина цепной дроби, это S от биноку. Жир же может принимать только СМС-сервое излучение. СМС-сервое излучение. Тогда давайте здесь рассматривать, чтобы было совсем точно с единицы на конце, и теперь тоже будет единицы на конце, и тогда уже будет вместо НДС, тогда все будет нормально. Так немножко удобнее. Ох, не будет единицу. Почему? Да, и вот именно такие числа в биноку называются когда в русском языке. То есть X как биноку, это статистика и гранжа к биноку. Почему они удобнее, чем вероятность появления неполных частных? Потому что это была общая личина. Как выразить количество неполных частных, которые равны екатрическому числу? Допустим, хотим мы посчитать, как будет подозначить, потому что М большое, с индексом К, от Ф. Это количество неполных частных, количество неров Ж, такие, что пожитие равны К. Количество неполных частных равны К. Как я это начну выразить через величину 5x? Ну, это взять какое-нибудь X целое. Скажем, равное... X не целое, потому что у нас, например, единица. А, образец целое. Образец целое. Образец. Значит, если неполных частных равных К, то это означает, что хвост превосходит, наоборот, больше, брали на одной К. Значит, хвост должен быть, больше не брали на одной К. Он должен быть, не знаю, кто-то меня ошиблится, я строгаю, я не строгаю. Может ли он быть, правильно на одной К. кратой? Нет, он будет строго больше одной К. Поскольку у нас на этом неполных частных Кадроке заканчивается, у нас всегда еще есть консереденчик. И этот хвост строго меньше, чем одна К. Просу первого. Почему? Может быть, равен, если это как раз последняя часть? А если как раз последняя, то может быть, равен, да. То есть, соединечка на конце, получается такие вот неравенства. И это означает, что из Кадока есть разность S с индексом 1-кар-бус 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 1-кар-бус. Минус S 0-кар-бус 1-кар-бус 1-кар-бус. То есть, если мы сумеем с вами считать каким образом определенные статистики Гаусса-Кузьмината, мы сможем считать и статистики появления неполнечастных. Вместо набора вероятностей мы будем иметь дело с одной функцией, которая будет после нормировки сводиться функцией к алгоритму дворичному единице плюс х. Из того, что эта функция пропорциональна дворичному алгоритму 1 плюс х, из этого как раз будет следовать то, что эти числа Энкаты, они пропорциональны дворичному алгоритму единиц на край для пустого. Поэтому, на итоге, на основном функции большие пределы. Секунду, это мы рассмотрим, что мы запасываем на лавке дворичных жалов, а не до сих пор, а не до сих пор, а не до сих пор. Приносится почему-то усредник. Мы будем усреднить. Давайте сейчас сразу зашли, как именно мы будем проводить усреднение. Значит, мы будем считать так. Мы не будем решать задачи для круга, потому что, вы, наверное, представляете себе, что считать целые точки в круге сложнее, чем считать целые точки в квадрат. Целые точки в квадрат можно сразу написать точную формулу, а если написать формулу, приближенную для количества целых точек в круге, то у вас получится что-то вроде пьер квадрат плюс остаток, а как ведет себя этот остаток, до сих пор до конца неизвестно. Поэтому, с такой формулировки задача Оглогля, она представляет в себе комбинацию двух задач. Первая задача по статистике Гаусс Кузнюна, а вторая задача – это задача на количество целых точек в круге. И чтобы не смешивать эти две задачи, чтобы упростить себе дело, когда мы в первый раз с этой задачей знакомимся, мы с вами будем считать именно целые точки внутри треугольника. То есть, мы с вами будем рассматривать сумму по П, по Ку, который не расходит Ку. Это будет Ку. И сумму. Ку. 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 Эта функция равна единице в точке 1, она равна минус единице в степени k, если n есть в произведении k различных простых чисел, и она равна 0, если n делится в квадрат простого числа. Эта функция важна, потому что она обладает таким свойством. Если мы рассмотрим сумму по всем делителям числа прям значения 1, то у нас получится единица, то есть n равно единице, и получится 0, в противном случае. Это функция метруса. Это функция, называемая мультипликативом. Функция мультипликатива, если единица равна единице и значение функции на произведение двух взаимоправских чисел, Эта тамберова метода методом. Ее условия, что та и был взаимоправсием. По подднению функции мультипликса, трудно увидеть, что это действительно мультипликативная функция. Давайте проверим основное свойство, которым мы будем неоднократно пользоваться. Это стандартный прием, который снял тех, кто занимается теорией чисел. Если у нас есть простая мультипликативная функция, и у нас есть какое-то число, которое мы знаем, как оно распадывается на простые ножки, то сумма значений функции по всем делителям числа 1 можно представлены в таком виде. Единица плюс Е1 и так далее. Е1 в степени А1, извините. И тогда мы можем перемножить все это на каждую поскольку сила. Чтобы убедиться в этом равенстве, нужно просто раскрыть скобки и воспользоваться депликативностью функций. Поскольку здесь все множители все взаимно просто, то эта сумма объяснишь, что она как сумма по всем двигателям числа 1. В частности, что произойдет, если мы в качестве F сюда поставим функцию минус? На всех степенях простых больше 1 это 0, а на первой степени простого все равно минус единицы. Поэтому произведение равное произведение таких скобок, каждый из которых 0. Поэтому такое произведение всегда равное 0, всегда когда оно не пустое. Оно не пустое, если n больше 1. Если там хотя бы одно простое число присутствует, если 1 и 1 простого числа нет, поэтому произведение пустое, то сумма равна единицы. Вот основное свойство функции минуса. И она нужна для того, чтобы пользоваться формулой обращения меркруса. Есть разные варианты формулы обращения меркруса. В нашем случае она будет такой. Давайте решим задачу про число примитивных точек на две треугольника. То есть MRB это как раз общее количество таких точек. Мы суммируем по ку не превосходящей к 5, по ку не превосходящей ку единицы. То есть для каждой точки мы добавляем одну из, поэтому это число равно числу всех точек. Здесь поставим зверточку. Ну, чтобы подчеркнуть, что мы считаем именно предъявленные точки. Так, мы сочиняем формулы. Для того, чтобы посчитать, мы определим лицо, представим в таком виде. Отбросим условия взаимной частоты. А здесь напишем сумму по всем делителям D наибольшей общей делителе по МФУ. Эта нужная сумма равна единице. Если наибольшей общей делителе по МФУ правильной единице, она равна ее во всяком случае. То есть это просто запись единицы и вот это условие взаимной частоты. А потом нужно поменять местами порядка суммирования. Суммирование по D сделать внизу. Эта D будет не превосходить всегда к R большому. Поскольку Q, который здесь стоит, не превосходит R большого. Будет суммироваться значение функции в этом сумме D. Почему? Будет равна внутренняя сумма. Q не превосходит R. Q будет суммироваться единицы. И у нас есть дополнительные условия. D делит наибольшей общей делителе QP и Q. Это означает, что D делит Q и D делит Q. То есть суммирование по Q и QP, это суммирование по реферической прогрессии с равностью D. Мы можем сказать, что Q должно иметь вид D на Q1, а P должно иметь вид D на P1. Соответственно Q1 уже будет не превосходить вермитель. То есть после такой замерки у нас получится сумма по D превосходящей R. И вот D. Сумма по Q1 превосходящей R для D. Сумма по Q1 превосходит в Q1. После такой замены у нас получится, что P не превосходит Q1, население того, что P1 не превосходит Q1. И здесь суммируются единицы. Чему равна эта внутренняя сумма? Двойная. С географической точки зрения. Ну, там будут некие поправки, но с точностью дается поправок площадь. Если без поправок, то это количество целых точек внутри треугольника. Такого треугольника D. D мы заменили R делить на D. То же самое, что мы рассматриваем, только без условий взаимопростоты. Я отбрасываю единицу, чтобы подчеркнуть, что мы суммируем те же самые точки, только без условий взаимопростоты. И треугольники, которого Катя правильно передает. То есть, вот стандартный треугольник, который сходит по счет какой-то суммы в дополнительном условии взаимопростоты, по счету точно такой же суммы, но без условий взаимопростоты. Для этого нужна функция Меркуса. Меркуса. Чему равно темпе без взаимопростоты? Это количество целых точек, которые мы говорили. И вообще, какую бы вы ни взяли область на поле, если вы хотите посчитать количество целых точек, которые попадают внутрь, как бы это обозначить? M, допустим, M. Это количество целых точек внутри. Оно примерно равно площади. Вот, число точек внутри. S это площадь. Плюс побольшое от длины границы. Допустим, L это длина границы. Мы, конечно, рассматриваем хороший рост, для которых такая величина, как длина границы определена. На первый взгляд это, в общем, очевидно. Чтобы строго доказать, что разница между числом целых точкой и площадью, с какой-то константой оценивается, как длина границы, на констант 3, что вы можете поставить, нужно чуть покопаться. Это будет для вас задача, если вы так сразу не поймете, как она решается, тогда разберем. Наверное, интуитивно понятно, что действительно так. В частности, на треугольника граница имеет порядок R. Каждая сторона катет не превосходит R, второй катет не превосходит R, гектиноз не превосходит 2R, еще не превосходит 4R. И если мы сейчас пишем знаки у большого, знак у большого не смущает никого, тогда на константке можно не обращать внимание. Система получается, что у нас это равнопрощадь, то есть это равнопрощадь, то есть это равнополам, и сумма острая. Значит, что мы можем сказать теперь про крюссотлеру? Это сумма, удают происходящий G, удают D, а внутри стоит 1, 2, 1 квадрат, 1 квадрат, 3 квадрат, то есть по большому, по первому, 3 квадрат. Надо отдельно консумировать кровничный, и отдельно консумировать остаток. Что будет, если мы будем суммировать остаток? Функцию между суммой обязывает 7 единицы, по-моему, она принимает значение только плюс минус 1 и 0, значит, она всегда не превосходит единицы, поэтому сумма по D или восходящий R по большим от R D, нужно просто суммировать единицы на D. Это сумма гармонического ряда, которая растет как в мг. это есть по большому, по первому алгоритму. Вот так. Это то же самое, что натуральный алгоритм. Его иногда записывают в алгоритме. по большому алгоритму. К чему правим главный член? Если вынести R квадрат пополам за знак суммы, то там останется сумма по D, не превосходящий R, и вот D, делить на D квадрат. Сумма рядом, которого члены бывают делиться на D квадрат, если мы берем хвост, то хвост такого ряда оценивается как побольшое от последнего слога. То есть в этом случае сумму можно распространить по бесконечности, на Д квадрат. Остаток будет не превосходить по большому. Ну что? Да, подравление потерял. Последнее слогаемое. Нет, не последнее слогаемое, неправильно. Что у нас там сидит еще так? Что? Мы пытаемся не оценивать, мы на звездочках, не? Мы пытаемся завершать симпатическую форму. Сейчас вы можете какую-то вопрос. То есть где-то, где-то же какая-то знакоперепенная гадость там, будет. Да. И понятно, почему, вот как бы когда мы оцениваем тот хвост, на котором мы видим, мы хотим вообще понимать, мы думаем, что это нормально, но как бы что мы оцениваем его там, сверху. Но когда мы оцениваем вот главный член, нельзя же, как-то так забивать на то, что у него... Мы не будем учитывать эти осцилляции. Потому что тот хвост, который мы обращаем сумму по d больше r не на d или не на d квадрат. Что-то хвост можно не учитывать, это понятно, наверное? Он по модуру не превосходит сумму если делить на d квадрат, то d больше не на d. Сейчас скажу, это следующий шаг будет. Давайте сначала с постановой уберемся. Никого не смущает то, что это есть небольшое от единицы на d. Как я словно, интеграл единицы на d квадрат, а интеграл первообразная от единицы на x и как раз нужно единицы на x взять в конце. В левом конце это одно это, а в конце бесконечности это же. Поэтому здесь есть умножение от одной r. Здесь можно написать умножение от одной r. Тоностаток, который здесь получится после умножения на r квадрат, он входит внутри этого остатка. И значит получится, что вся эта величина она есть и она начинается с помощью цифровой 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 цифровой. Эти функции обратно и изменит на с , в р А функция вируса, она хоража тем, что она появляется, если мы рассматриваем функцию единицы длительного z-трапеза. Эта сумма, по крайней мере, на родной бесконечности вируса, делительного n-степени s, единица в z-трапезе. Почему? Нет, можно по-другому, можно просто перемножить. Значит, если единая часть s больше единицы, то оба эти ряда сходятся абсолютно. Мы можем будет перемножать, как нам заблагорастуется, при этом никаких проблем сходимости нет. Давайте проверим, что второе равенство выполнено. Для этого мы перемножим первое на второе. Слева у нас получится единица, справа у нас тоже надо будет проверить, что получится единица. Перемножаем. Только переменной нужно обозначить разные буквы. Это будет сумма opm от одновленной бесконечности. Будет из первого ряда у нас единица на степени s, из второго ряда m в степени s, а в числителе будет стоять 0. И вот это произведение m на n я обозначу, допустим, буквы k. Какой коэффициент наберется? Сумма по всем m и m, которые в произведении дают k, мин от m. Это то же самое, что сумма по всем m, делящим k. Это одно и то же, мин от m. А это единица, если k равно единица, и 0 во всех остальных случаях. То есть остается единица, если k равно единица, то есть просто единица. Это другой мотив, который обосновывает важность этой функции m. Она самая непосредственно полная, связанная с этой функцией 1, которая предъявляет очень многих задачах теоретически. То есть в некотором смысле это функция обратная к единице, на множество сетов превратил на функцию. Нас интересуют случаи, когда s равно двойке. При s равно двойке значение z-функции равно 2 квадратных. Это задача, которая имеет много разных неэлементарных решений, не знаю, сталкиваясь вы с определяемыми телем, как можно элементарно посчитать сумму такому ряду. Там через разложение синуса, то есть конечный ряд есть. Да, есть такое не совсем корректное. Ну, она не совсем корректная, она не корректная. Она доводится. Может тупо через коэффициент ряда фулье какой-то фигментар. Но это все элементарно. Потому что ряд фулье, что подсчетный интеграл. Нет, только с конечной крестки не тянется, а почти. Это тоже неэлементарное доказательство. Да, так если мы хотим камень, то... Вот такой вопрос через вот этот раз у нас получается. Вот опять же, неэлементарные доказательства. Есть и элементарные, но правда хитрые. Ну, в любом случае, так иначе. Это, как мы вам знакомы, это означает, что мы знаем сумму такого ряда. Она равна единице на z2 и равна 6 на китаре. Поэтому, количество целых точек, примитивных в нашем треугольнике, это R квадрат, делить на 2 z1, плюс полная шква R логарифма. Вот, то слагаемое, которое нужно нормировать, нашу сумму, чтобы получить естественный ответ. Ну, ещё – Ну, она же примерно сейчас измерили. Изменяться на ночь, не героев, которые следов — Поскольку Their End Про вас что в программе? Нет пробегу. Я не «идел» так думаю. Просто остальное значение�� z2 счислялось с эр deinem веро suite через часу. Мы проверяем логарство. Но ее нерравечно доказывали cholesterol. Можно Это можно доказать с элементарным. Можно, есть несколько даже доказать с элементарным. Если хотите, я вам дам идею, которая позволит посчитать все это элементарно. Там нужно знать только теорию ве, то и уметь умножать комплекс на число. Ответ, который мы хотим получить, такой. Это 2 лагаритм 2 плюс x делить на z на 2. r квадрат лагаритм r плюс большую операцию. Давайте поймем, что эта формула означает. z2, r квадрат и z2, тут еще отключаем 2, появляется. Это примерно то же самое, что z2 получается из-за того, что у нас просто количество слагаемых. z2 — это количество слагаемых, которое в нашей сумме присутствует. Логарифмы — это типичное поведение самой длины. А зависимость от x, презентрированного в этой форме. Здесь как раз появляется логарифм 1 плюс x. И если мы с вами такую форму покажем, мы как раз проверим, что в среднем эти статистики пропорциональны функции логарифма 1 плюс x. Это будет означать, что эти статистики появления неполных частей благодаря тому закону, который называется законом Грауса-Кузвина, который я уже выписывал, от вероятности ПК. Вот тот результат, к которому мы будем стремиться. Для того, чтобы его получить, давайте вспомним то, что было в прошлый раз. И попытаемся несколько точек зрения объединить в одну, поскольку лучше уметь смотреть на ситуацию по-разному иногда. Можно разные идеи использовать. Комбинаторные, геометрические и аналитические. Все это мы сейчас с вами вспомним с помощью той картинки, которую в прошлый раз я рисовала. Мы с вами рисовали плюсы. Координаты точек мы обозначали буквы Q и S. Вот здесь. Это координаты вершин парус. Здесь минус Q3. И так далее. В конце тут получается... Значит, у нас была... Я выберу определение, но его тоже нужно исполнить. Здесь у нас была с вами дробь L на A, которая таким образом раскладывалась цепной дробь. В качестве S житого выбрали плюсы M1 от последних неполных частных. В качестве Q житого выбрали плюсы M1 от первых неполных частных. А точки, эти точки решетки лямда, которая состоит из тех точек решетки Z-клажа, которые удовлетворяют сравнению лямда X плюс их с разным стелем по модулю A. Пара последовательных векторов. У нас с вами образовывали базис решетки. Если есть два вектора, A1 с координатами X1 или координатами X2 или X2, их координаты записывают в матрицу. Для матрицы есть такой понятие как определитель. И этот определитель является ориентированной площадью крилограмма натянутого на векторе A1-A2. Если мы A1-A2 идем в положительное направление, то площадь второй стрелки – это площадь положительной. Противным сквечем присадки. У нас с вами в каждом случае это проще. Давайте рассмотрим крилограмму, который натянут на векторы E-G-1, 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 Q-J, E-G, 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 E-G. У нас с вами эти векторы образуют два из решетки, под решетки индекса A. Площадка индекса A у нас всегда равна A. Чему равен это определитель? Давайте мы это с вами выпишем. Держи минус первое. Если мы отбросим вот эти минус единички, то что у нас остается? Какая получится матрица? Так, минус один визуал. Минус. Q-G-1, S-G-1, Q-G-1, S-G-1, Q-G-1, G-1, U-G, S-G-1, S-G-1, D, D. С точностью до знака. Это пред识итер всегда равен, А! С точностью до знака. Почему? Ну, какой смысл этого лавеска в термин континента, помните? Тоже, которое у нас получалось с вами с помощью правил Элера. Это вот как раз те самые четыре континента, которые потом правили Элера. Так, закатки. Причать, то есть... У нас есть с вами один объект, это континенты, которые имеют комбинаторную интерпретацию. Этим континентом мы ставим, соответственно, другой объект. Это всевозможные базисы. Такие базисы, которые ползут по один парусам. Это геометрический объект. И у нас есть еще один объект, аритметический, который взаимооднозначный силы с верой. Это аритметический объект. Представляет собой нелинейное диаконное уравнение. Давайте рассмотрим такое уравнение. Что такое... Чему уравнение неизвестно. Допустим это. Допустим это. Двое. Двое. Двое у нас побольше. Так. У – это будет СЖД, В – это будет СЖ-1, это будет Z, это будет Т. По каждому барису, состоящему из пары векторов, у нас соответствует четвертый координат, который разворяет в таком трапе. Мы получаем решение нелинейного диабанта уравнения, что мы можем сказать про неизвестные, которые там получаются. У нас есть две последовательности. Как они себя ведут? СЖ-2 возрастает или убывает? Бывает. Ужитая с ростом Ж становится длиннее, она возрастает. СЖ-2 убывает, поэтому В – у нас микрорастой куб. Последовательность куб у нас убывает. Поэтому Т меньше, чем З. В – эти переменные, они взаимопростые. Это континуанты с соседними номерами. Чтобы проверить их взаимопросту, нужно просто проехать их по рекуррентному соотношению, и в конце концов просто получается соединиться. У нас есть с вами три объекта. Есть вот эти вот континуанты, которые мы спрятали в переменные. Есть геометрический объект – это парус, со всевозможными базисами, которые здесь ползут. И каждому такому базису мы ставим еще в соответствии решение такого вот геометрического уравнения и линии. И теперь мы с вами сможем реформулировать задачу Арнольда в удобной для нас термом. Что такое хвост цепной дольки? Что такое хвост цепной дольки? Это отношение к интиманту АЖ плюс один и так далее АПС один. К интиманту АЖ плюс один. Наши термины – это отношение, правильно считать равные единицы, чтобы было полностью не совместно. Это отношение СЖ к СЖ неуспеха. И мы считаем только те хвосты, которые превосходят данные числа Х из отрезка 0.1. СЖ мы обозначили букву У, СЖ минус первым мы обозначили В. То есть у вас еще интересуют те решения, для которых я неправильно соблюсь. Чтобы получилось неправильно соблюсь. И вот там я постепенно написал. СЖ-то у В бывает. Значит, У меньше чем В. Я там перепутал. Здесь я перепутал У и В, а здесь я перепутал З и Т. Это то же самое, что отношение В. Поэтому, пройдя по такой цепочке, мы получаем решение. Решение вот этого диафрагмента уравнения. СЖ-то угробается, у больше В. Да. А что у больше В? Меньше В. Больше В. Ну, больше В. Ж-то у больше В. Не пропустите. В. К каждому хвосту порционального числа. То есть мы взяли порциональное число. По порциональному числу мы построили решетку вместе с двумя парусами. Всевозможным хвостам соответствует базису. К каждому базису соответствует решение такого уравнения. И то, что хвост не пересходит Х. Тема этого уравнения отдает условие то, что отношение двух переменок не пересходит Х. Будет ли это соответствие взаимодозначено между всевозможными хвостами цепной этого объекта и решением такого уравнения? Сможем ли мы пройти в другую сторону, да? Давайте попробуем. Допустим, что у нас есть решение такого уравнения с несколькими дополнительными условиями. Как по ним построить эту картинку? Раскладываем B на U в четвертую дробь. Идем обратную сторону. Б на U в четвертую дробь. Как мы обозначаем полный частник? Вот так было обозначаем, да? Вот так было обозначаем, да? Это у нас как раз в ИНУ. Те неполные части, которые появляются, обозначают буквами ОЖИТ, да? И так далее. И так далее. Отвеска 1. Это вот получены части нашей дроби, да? Как получить вторую часть, первую неполное части? И это нужно получить из переменных ZRT. ZRT на такие вот картинки. Нужно точно так же расположить цифровый образ отношения меньше и числа к большему. Если ZRT таким, то Z у нас по определению это КУЖИ минус КВ, а T это КУЖИТ. Это отношение к НКУЖИТ. Если меняем нас ЖИ минус 1, то получается А1 до АЖ минус 2. А здесь будет от наших фермера культурировано до АЖ минус 2. Какая-то будет цепная сборка. А в-бил окрайзе�몬. Включается. Теперь. Будьте послали. В-билок раз видите. В-билок. 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 Т.е. если мы обычно цепной дробь записываем в виде континента, как вот, H1, H5, то что у нас получается? Знаменательный строитель тиноз, в котором аргументом являются числа от первого до последнего, отчислитель, все нужно написать, поскольку все начинается с нуля, тут по правилам вычеркивания еще пропадает H1, остается H2. Т.е. если мы снижаем вверху, то есть это первое. Тот элемент, который есть в нилу, на которой он не сверху, это первый. Т.е. это последний? Т.е. в ноль, ажиный, 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 ажиный. Т.е. по вторым переменам, чтобы сделать это соответствие обратную сторону, И получаем все основные иголы участки. Здесь мы получили AG до AS, A10 до A1 до AG-1. То есть действительно есть соответствие в другую сторону. И это соответствие, оно почти взаимооднозначное между хвостами и режимами такого уравнения. Почти, потому что в этом месте есть неоднозначность. Потому что рациональное число можно двумя способами вложиться. Например, мы можем сделать так, что это A1 будет равно 1. И сделать так, что это A1 будет больше 1. Значит, это вложение D на U. Это у нас будет вложение Z на D. Таким образом, зная одного от переменных, мы можем не однозначно восстановить A1. А мы можем восстановить с точностью до двух ситуаций. А может получиться так, а может получиться здесь на конце. A1, минус 1, а потом единичка. Эта ситуация никак у нас не запрещена, поскольку мы не знаем, что тут стоит в начале этой цепной дроби. Она может начинаться с запасом соединения, а может начинаться с не соединениями. То есть при попытке получить по решению уравнения дробь, мы можем получить сразу две дроби. И здесь появляется один коэффициент 2. Если быть более точным, то что получается? Получается, что по сумме, которую мы вычисляем, получается, что статистика Каоса-Кудруна рассчитывается. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 11, 10. у нас получится примерно то же самое, что 2TQ, если мы обозначим здесь TXQ, если мы обозначим число решений от такой системы через TXQ, и плюс поправочный член, который есть по большому. Давайте разберемся, что есть по этому. Значит, когда мы по решению этого уравнения восстанавливаем циклоны, мы можем по их курсу двумя способами. Поэтому здесь появляется коэффициент 2. Есть кинетки такие, что у нас обработаны. Но это как-то принцип. Я буду собираться дать. Это место, которое необходимо объяснить подробно. Если вы сейчас начнете спрашивать, вы меня поможете просто объяснить. Что я здесь проглотил? Ну, я вообще-то не буду искать. Мы не проглотим дальше, пока это место не будет ясно. Поэтому, пожалуйста, здесь не побойтесь. У нас здесь числа решений от такой. Мы утверждаем, что каждый из них соответствует... Два рационали. Что? Два рационали числа. Два рационали. Два рационали. Лежащих на дальнем назначения с разных угольников, если бы я хотел. Оно начинаю сейчас использовать. Да. Значит, мы берем все дроби ПНК, Которые правила, не сокративы. Поним, при расстройстве, как здесь написано. В каждой такой дроби соответствует такая вот картинка. Какой-то другой может быть парк, все не меняются. Да? Разным значением. И будут соответствовать разные паруса. То есть, у нас есть множество всех этих трусов. А для каждой такой картинки у нас есть еще множество балисов, которые пробегают. А для каждой отдельной решетки здесь стоит сумма по всем этим базисам. То, что мы считаем тратистки Гаусс и Кузьминат, это означает, что мы считаем не все базисы, а только те базисы, у которых это отношение с этих координат Сж и Сж минус левого, ведь именно это отношение равно хвосту. Те, для которых это отношение, они простоят их сам. Это та задача, которую мы с вами решаем. Теперь мы ее переводим к термину нашего уравнения. Сейчас решатся. Я просто чуть-чуть подзабыл. Тратистика Гаусс и Минат, это значит, что? Давайте я вам покажу. У нас S пункт. Это количество хвостов. Тратистика Гаусс и Кузьминат. Таких, что значение больше хвостов, да? Оржи и так далее. Да, как вы? Ну, с личной хвосты, которая не пересходит их сам. А, отлично. Просто прекрасно. Теперь мы утверждаем, что этот их столько, за сколько базисов, почему-то нам в этом парусе, таких что-то, что отношение должно быть. Да. Потому что эти базисы, это как раз хвосты. А, соответственно, да. Хорошо. Вы еще скажете, почему именно на этом парусе? Почему именно на этом парусе? Ну да. Почему на этом парусе? Потому что хвосты, мы когда-то только есть, это выдавали нашу суперную точку. Да-да-да, почему именно точки? Интересно скорее, почему у нас другие базисы в сумму. Вот у нас там уравнение ВТ плюс УЗ равно А. Да. Ну а если это вообще какой-то базис, да? Да. По каждому решению такого уравнения, мы можем поставить, значит, условное решение цепной дробь. А, мы ему поставим такую решетку, чтобы он лежал на парусе. Все? То есть понятно. Во всей этой дроби вместе мы собираем, мы берем один кусок, второй кусок, для начала их, да, и склеиваем в одну цепную дробь. Эта цепная дробь задает решетку. Каждый базис лежит на парусе ровно одна решетка. Да. Соответствующий его вот... Он в базисе вот решетку определяет. Соответственно и парус уже определён. Потому что по базису он и так должен. Понимаете? Только я не понимаю, почему там равенство не точное, а взялось у кого-то плохо. Потому что... Абсолютно правильный вопрос. Значит, у нас есть два варианта, возможно не всегда. Поэтому у нас по решению получаем перешетку. Но эти два варианта возможны не всегда. Когда... А, там и тогда будет возникать, когда оно и так равно, как бы... Единице за... Если это число равно единице, то и одними способами... Уже не представили. Это единственный случай, когда число нельзя разложить двумя способами в секунду, поскольку там нет натурального числа в конце. Если это число равно единице, это значит, что z и t равно единице. Так, секунду. Я опять запутался. Вот смотрите, у нас есть базис. У нас есть базис. Ну и нет. Он является базисом некоторой решетки. Да. Эта решетка удовлетворяет уравнение множественных объектов с равным а. В нем вот а. Да. Верно ли, что такие р и а находятся однозначно при предположении, что это меньше а для введения решетки? Ну, понятно просто. Непонятно, почему у нас не будет базиса, который вообще не лежит на парусе. Который, ну вот, как бы, породим базисом решетки. Дальше нарисуем паруса для этой решетки. И вот этот базис оказывается вообще не лежащим на парусе. Такой ведь может быть. Почему это у нас не мешать? Ну, то есть, вроде это, соответственно, работает, но вот как-то это не видно. Давайте разберемся. Значит, когда у нас есть решение уравнения, значит, по этому решению мы находим набор неполных частных. Да? Да, да, да. Потом их свекляем вместе. А, свекляем. И по всем этим вместе неполным частным мы строим цикунжет, который сворачиваем, и находим их вместе сам. Ну, хорошо. Но, вот, еще акцию. Я вроде вижу, что да, но есть проблема. Котораясь так, можно как увидеть, почему при этих условиях туда не войдут базисы, которые вообще порождены не элементами, а также на оболочке решетки? Давайте предположим. Ну, вот, да. Пусть мы возьмем какой-то такой базис, пытаемся с ним все это как-то проводить. Где, 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 где конструкция сломается? Значит, мы берем базис, строим... Праздный вопрос. Все правильно, все правильно. Надо разбираться. Значит, мы по базису строим эти чиселки, по числам строим дроби. По дроби строим решетку и парус. Берем всевозможные парусы... Но запущу, что решетку можно построить неподробно, можно ее сразу под один базис. Перемилизать. Давайте подробно. А, это будет та же самая решетка. А, это будет та же самая решетка. Давайте сначала сейчас... Ну, прохладем. Процедуру пройдем. Значит, мы взяли решетку, построили число, построили решетку, Вместе с парусом. Вместе с парусом Вместе с парусом Вместе с возможной парой векторов. Ну, это не такая задача, что пара всех таких векторов это базис той же самой решетки, которую можно построить подробно. Да. И теперь у нас есть среди этих пальцев тот, который соответствует разрыву в точке G. Разрыв в точке G соответствует Вместе с парусом 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 Я не понимаю. Давайте по-другому Вместе с парусом Вместе с парусом Вместе с парусом Есть такая решетка для фиксированных l Нарисуем для нее парус. Теперь мы берем какой-нибудь парюс, который всем планируется, но парусом ближе. Да. Если мы такое выкарим, мы можем... Почему не будет выдвигаться решений? Тут проблема умирается. Потому что Каждое решение оборудования мы сможем там нарисовать. Ага, то есть эти неравенства автоматически выберут нам только те базы, которые появляются... Которые там появляются. Которые там появляются каким-то магическим ударцем. Почему магическим? Вот у нас есть дополнительные условия, давайте на них посмотрим. Что означает третье условие? То, что при разложении будут получаться дороги, которые начинают сходить. Поскольку у нас число, которое не превосходится в неделю с удостовольствием. Вот, правильно? Ага. Этому слой нам гарантирует то, что не превосходится в неделю сокращения. То есть, в этой гробе числитель именно В, а в землятель именно У. И здесь также. А это означает, раз все нормально, значит, те гроби, которые мы получим, они соответствуют этой конструкции. Поэтому, пройдя тресном эти конструкции, медицинами все не получат. Ну да. В принципе, то есть, сейчас, у нас тут написано вообще, что мы решили пара новая и поделить на утро, это меньше пара новая, учитывая, что у них меньше единицы. Можно отбросить, да. Нет. Не отбросить, она нормально. Сейчас. Вообще так. Бросить, не отбросишь его, скажем, на ванну. И пока не противоречит. Значит, удобно. Ну, опять-нибудь, ну, ну ладно. Вообще. Идейно, идейно. Идейно, идейно. 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 На ваш вопрос пока ответил, да? Ну, то есть. На вопрос, да. Сейчас я отвечу на другой вопрос и будете задавать следующий. Значит, другой вопрос, почему здесь есть какие-то поправочные члены. Ответ такой. У нас всегда число раскладывается двумя способами на секунду рот, за исключением одного случая сказать, что два равна единице. Тогда такие два варианта невозможны, есть равно один вариант. Если этот трет равна единице, это значит, что затем ты равна единице. Если мы поставим в это уравнение, то получится уравнение У плюс В равно А. С дополнительным условием, что У и В взаимно-простые. Ну, давай неприваску эфиксу. В этом уровне тоже можно почитать решения, но нам они не понадобятся. Ну, их не больше А. Их не больше А. И поэтому они дают посадку большой от А, и в этом случае они дают посадку большой от ФУ. То есть, сделают неравнение. Поэтому применяются поправочные скидки за это неоднозначно. Как раз за однозначности. В отличие от всех советских. В остальных, да, неоднозначности. Спрашивайте, понятно ли это конструкция? Как мы от задачи про фластическую проблему решили задачу по счету на решение такого уровня. Заполнительные ограничения. Это основной. После этого задача становится уже такой четкой. Осталось идти в считание решения. И задача решится. Мы посчитаем и толще скидотическую форму. Если понятно, тогда эта картинка уже свое дело сделала на сегодня. Она намекшит еще одну задачу. Чуть позже. Более сложная задача. В этой картинке мы от бариса требовали выполнения одного условия. Задача однозначности. Задача однозначности. Задача про барисы, у которых координаты предполагают в дополнительном соотношении. Но барисы будут принять с четырьмя координатами. У нас известна площадь удалительного программа. Тут надо одну степень свободы скидать. Фактически барисы у нас сдаются тремя независимых координатами. Более сложную ситуацию нужно две условия накладывать. Поэтому здесь у нас все более просто. Осталось посчитать решение такого уравнения. А вообще что произвестно про то, как точки, если не на запрессе, не на запрессе, не на запрессе, не на запрессе? Да, конечно. Они разделены равномерно в соответствии с некой естественной плотностью. А естественная плотность – это просто естественная мера на плоскость и очередь. Давайте посчитаем эти решения. Так. У нас с вами было Q. Это у нас обозначалось через TQ. И напомню, что мы с вами считали просто TQ. А по Q у нас тоже ее суммирование внешнее. Вот это вот TX от Q мы суммируем по Q и происходящим так. И если мы все это по Q просуммируем, то задача сведется тому, чтобы решать не такое уравнение, а такое реакции. Суравнение тоже можно решить, но это для решения будет не элементарно. А это решение у нас с вами с неравенством получится совсем элементарно. Давайте ту сумму, которая получается, я обозначу через M. Давайте просто-ка будет M, X от R. И я здесь дополню звездочку. Звездочка будет означать то, что мы на переменные наложили, дополнить вот слои взаимной простаты. От них точно так же нужно избавиться. Задачу свести к задаче подсчет от M, X без звездочки. Это делается с помощью функции Мерлиуса. И потом провернуть тот самый трип, который мы уже проворачивали при подсчете примитивных точек на три треугольника. Давайте решим сначала задачу про число решений такого неравенства без звездочки. Итак, мы решаем неравенство. Вольт плюс уз, и грезь проектов. Что мы знаем про переменные? З меняется от нуля до t, практически от единицы до t. У меняется от нуля до xv. И все. То, что мы решаем с вами. Переменных слишком много. Четыре. Такая не школьная ситуация. Неравенение на уравнение. Мы пару переменных сфиксируем. Переменная B у нас может, не может. уйти выше r. u у нас не превосходит bx. А при условии, что u и b фиксированы, как решить это неравенство относительно z и t? z не превосходит t, это будет ось t, это будет ось c. z не превосходит t, поэтому z лежит ближе этой кримии. z равно t. И это тоже неравенство задает какую-то область под прямой. vt плюс uz равно t. Как устроена эта прямая? Если z равно 0, то t равно rv. rv вот эту точку. Чему равно значение t в точке пресечения? Если z равно t, то сюда подставляем, то получается, что t равно верного кусла. в точке пресечения. Таким образом, при фиксированных значениях u и v, t и z, это целая точка, которая залежает внутри такого треугольника. Итак, мы с вами выясняли количество целых точек внутри этого треугольника, это примерно его площадь, плюс u от перемирка. Чему равна площадь этого треугольника? Вот эта точка – это то же самое, что высота. Эта точка – это основание прямоугольника. Нужно еще умножить данную вторую. Получается 5 квадрат, делить на 2, v, и утрасную. Остаток. Это большой от периметра, а периметр этого треугольника оценивается длиной этого отрезка, rq. Вот эта высота, она еще меньше, это rq. По порядку, тоже можно оценивать rq. Но этот отрезок, он тоже превосходит, конечно, больше высоты, но он не больше, чем в два раза больше. Поэтому к периметрам есть побольшое от периметра. Осталось посчитать сумму и оценить остаток. Давайте посчитаем остаток. x у нас не превосходит единицы, поэтому количество слагаемых по пункту превосходит b. Поэтому просуммирование остатка он умолится на b. Появится у большой отр, и это у большой отр будет просуммировано еще по отрезку минер r. Поэтому остаток нам даст у большой отр. Во что превратится главный член? Главный член превратится в вот то, что Эквадра попала, можно выяснить, раздать сумму. Внешнее суммирование по b меньше r, единица на v. Внутреннее суммирование по q и превосходящему b, единица на n плюс v. Эта сумма, она мало отличается от интеграла. Значит, суммируем значение функции, убывающей монотонной, по отрезку от 1 до bx. И сумма значений этой функции, вот площадь таких как прямогольничка суммарная, она площади под графиком функции отличается не больше, чем на вот эти вот ступеньки. По сумме площади всех этих ступенек, она не превосходит значение функции, значения. Поэтому сумма по q от 0 до bx, единица на o плюс v. Это то же самое, что интеграл от 0 до bx, делал на o плюс v. А это интеграл, какая-то разница в угольнику, да, в угольнику в конце, это v плюс x, в угольнику начальный, это логарифм в угольнику. Вот и появилась та самая функция, которая есть логарифм единица плюс x. Значит, тогда вот сумма, это есть логарифм единица плюс x, плюс остаточный щен, который превосходит значение функции в самом начале. При уравненном 0, этой функции есть единица в угольнике. Теперь мы посчитаем внутреннюю сумму. Что же получается? r квадрата в половину, сумма по v меньше r логарифм единица плюс x делить на v, а остаток здесь единица на v, здесь единица на v, и то большое единица на v квадрат. При суммировании остатков что получается? Мы суммируем абсолютно исходящий сверху. Поэтому сумма всех этих побольших, это есть у больших единицы, и оно умножается на v квадрат. Остаток будет таким же, как здесь, у больших квадрат, а что останется? Как квадрат, логарифм единица плюс x. делить на 2, и на сумму гармонического ряда, которая есть в логарифм единица, что еще большая единица. И еще побольшая единица, получающая 1. Значит, x у вас не превосходит 9, поэтому по сумме, которую вы вычисляли, по числу решения такого неравенства, то что она превратится? Получилось, что х от r как и есть r квадрат пополам в логарифм единицы плюс x. В логарифме плюс побольшая f квадрат. Осталось применить формулу обращения и меггеруса, чтобы вернуться обратно. В логарифме а и меггерус в логарифме меггерус по меггерусу. Тогда давайте попозже, если у кого-то что-то осталось.